Привет, дорогой зритель! Сегодня я расскажу об известном фильме конца 2000-х годов. Называется «Супруги Морган в бегах». Режиссер фильма Марк Лоуренс. В главных ролях мужская роль Хью Грант, а женская роль очень известная американская актриса Сара Джессика Паркер. Ну, я напомню зрителям, которые, может быть, первый раз слышат это имя. Это та актриса, которая снялась в знаменитом сериале «Секс в большом городе». Коротко, сюжетная линия картины такая. Показывают достаточно молодую семейную пару, которая находится на грани развода. То есть официально они отношения еще не разорвали, но близки к этому. Они очень обеспечены, проживают на Манхэттене, но в настоящее время, так как находятся на грани развода, они, в общем-то, проживают в разных частях. Он адвокат, она очень знаменитая риэлтор, глава компании по продаже недвижимости, элитной недвижимости на Манхэттене, там, так далее. Ну, в общем, очень богатые люди. И так получается, что, в общем-то, они попадают в такую очень пикантную, скажем так, ситуацию, когда они видят убийство. Убийство на их глазах происходит, в общем-то. Ничего такого кровавого, как в фильмах о вампирах, такого нет. Но просто, в общем-то, сам факт того, что они видели убийство, они становятся свидетелями автоматически. И, в общем-то, за ними начинают охоту профессиональные убийцы, которые хочут их устранить, чтобы не было свидетелей. И они, соответственно, как в любой цивилизованной стране, попадают под программу защиты свидетелей. И их отправляют, наших главных героев, отправляют, отправляют подальше из вот этого благополучного штата. Их отправляют, по-моему, их отправляют в Вайоминг, город Рей. И, в общем-то, это глубинка Соединенных Штатов. Я вспоминаю герб, значит, вот этого штата, такой зубр, что ли, или бык, бык такой большой. В общем-то, это глубинка Соединенных Штатов. Если брать из географических таких параметров, которые приходят на ум сразу же, это то, что это штат с одним из меньших числов жителей на квадратных километров. Его превосходит только Аляска, наверное. Да, только Аляска. То есть, там очень небольшая сама численность населения этого штата. И, в общем-то, считается так по меркам американским деревням. А в простонародье имеет обозначение как штат равных возможностей или равных людей, вот что-то такое. Ну и там показан весь колорит этого всего дела. То есть, штат диких медведей, грызли там. И, в общем-то, культ того, что давайте вот купим баллончики для того, чтобы обрызгаться в случае нападения медведя. И там инструкции по всем городам развешаны. В общем, колоритно так снят. Вот в этом плане очень колоритно. Но смысл в том, что попадают они под программу защиты свидетелей. Их защищать, выпадают пари немолодой, семейной пари. И вот точно не скажем. А, мистер Эмма и Клей Виллеры. Виллеры. А им присвоено новое имя Фостеры, Мэрил и Пол Фостеры. Вот. Попадают они, как я сказал, в очень маленький такой городок, Рей. Там, грубо говоря, три жителя. Один врач. Одна официантка, которая параллельно исполняет обязанности пожарного. И, в общем-то, и другие тоже местные предприниматели, которые тоже в единичных экземплярах. И они все между собой имеют определенные отношения, долгую историю, какие-то определенные события, общие праздники, будни и так далее. Но смысл в том, что они находят со всеми общий язык, вливаются в эту всю картину и начинают активно со всеми сотрудничать, дружить. И в результате вот этих их отношений, каких-то сложностей, они налаживают отношения между собой. Ну и там параллельно, значит, режиссер вырисовывает такую картину. Почему же они все-таки находятся на грани развода? Значит, если вот так четко рассказать, по-русски, что называется, ситуация была такая. Отношения у них были нормальные, пока ее супруг не поехал в какую-то командировку, не изменил жене. После чего они разбежались в разные углы. Ну и эта барышня, его супруга, она тоже ему изменила. В отместку, не в отместку, это уже другой вопрос. Они там пытаются выяснить это в ходе картины. Ну, смысл в том, что они находят общий язык в дальнейшем. Вот. И начинают какие-то совместные шаги навстречу друг другу. Ну, параллельно их подстегивает то, что, в общем-то, вот этот убийца, он все-таки находит, где они проживают, и приходит их убивать, в общем-то. И это вообще их сближает, вот эта сама опасность, и момент того, что они скрываются от него, убегают, стреляют, отстреливаются. В общем, весело, смешно, комично и так далее. Какие-то особенности фильма, что меня, в общем-то, впечатлило. Ну, я сказал уже, что природа, снято, конечно, работа операторов, там, так далее. И сама природа, и вот «Дикий мир», там, так показаны. Местные, вот всегда режиссерские ходы в таких фильмах про Америку, особенно про малоэтажную Америку, они пытаются показать местный какой-то колорит. И он везде очень разный, он везде имеет свои особенности, свои шутки, же организмы какие-то, так далее, так далее. Вот. И то же самое есть и в этом фильме, если так все внимательно смотреть. Вот. И, значит, вот одна из таких шуток в самом начале фильма заключается в следующем. Значит, вот эта женщина, наша главная героиня, которая потом присвоили, вот Фостер, я сказал, ее вначале звали Мэрил, Мэрил, героиня Мэрил, Мэрил, а мужика звали Мистер Джексон, Джекил. Значит, ей предлагают покинуть вот ее родной Нью-Йорк по программе защиты свидетелей. Она активно отказывается, говорит, да ни в коем случае, вы что, что я коренная Нью-Йорк, Нью-Йорк, ну, в общем-то, родившаяся в Нью-Йорке. Вот. Я, в общем-то, была везде, но я здесь родилась, я здесь выросла, закончила школу и так далее. Я пробовала пончики во всех штатах, они никак не годятся в подметки тем пончикам, которые делают в Нью-Йорке. Ей задают аргумент, вы готовы умереть за Нью-Йорк? И вот здесь такая пауза. Она говорит, я подумаю, я подумаю. Вот такая особенность, что ли, патриотизма по-американски, либо это патриотизм наигранность, как я снят в комедийном духе. Ну, в общем-то, высказывайте ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Но вот этот момент я действительно не придумываю, он действительно в фильме есть. И сыгран он, кстати, Сарой великолепно, Сарой Джессикой Паркер, великолепно он сыгран, вот этот момент. Ну и вообще она актриса таких вот именно ролей, таких ролей о судьбе, о семейной жизни, о каких-то взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, о таких легких вещах. Она не актриса тяжелой драмы какой-то, она актриса легкого такого поведения. Вот, что мне хотелось бы сказать. Если выставлять оценку, ну, я бы выставил, наверное, шестерку по десятибалльной шкале, как я обычно делаю в конце оценки. Так что смотрите фильм, высказывайте ваше мнение, высказывайте предположения, что вы еще хотите сказать. Подписывайтесь на канал, оставляйте, ставьте лайки, как это еще говорят, добавляйте ролик себе. Не забывайте регулярно смотреть мои новинки, в том числе и касательно кино. До встречи!